Чтобы работать с файлами и директориями, в графическом интерфейсе есть программы, называемые файловыми менеджерами. У разных графических окружений могут быть разные программы. Тот же Gnome, который стоит на CentOS, по умолчанию использует файловый менеджер под названием Nautilus. Я думаю все знают, что можно делать с файлами и директориями. Смотреть информацию о них, копировать, вырезать, удалять, переименовывать, создавать директории и все такое. И в командной строке это также просто. Мы знаем, что посмотреть содержимое директории можно с помощью команды ls. По умолчанию она показывает содержимое текущей директории. Заметьте, что ls показывает директории одним цветом, а файлы другим. Чтобы понять, в какой директории мы сейчас находимся, нужна команда pwd . Когда вы запускаете терминал, он, как правило, использует домашнюю директорию пользователя. Это личная директория пользователя, где находится его файл. С помощью ls можно смотреть содержимое других директорий, для этого указывается путь к другой директории. Кстати, о пути. В корне находятся директории, внутри которых тоже есть какие-то директории. Например, в корне у нас есть директория .hom, где обычно лежат домашние директории пользователей. например, нашего пользователя user, а внутри домашней директории пользователя есть какие-то его личные директории. То есть, чтобы мне зайти, допустим, в директорию documents у пользователя user, мне нужно зайти в корень, потом открыть home, user и зайти в директорию documents. Чтобы переходить по директориям в командной строке, используем команду cd, change directory, сменить директорию. Итак, пишем cd slash, то есть переходим в корень, слэш это корень. Проверяем текущую директорию с помощью pwd и смотрим ее содержимое. Вот здесь мы видим все папки, которые мы видим в файловом менеджере. Дальше пишем cd home и повторяем то же самое, тоже смотрим что это за директория и что в ней находится. Не стесняйтесь использовать tab. Допустим, когда вы пишете cd home, достаточно написать cd пробел h, нажать tab и вы увидите, что терминал за вас дополнит home, так как на хаш начинается только одна директория в этой директории. Точно так же для user и documents. Смотрим, проверяем и продолжаем. Чтобы сразу зайти в директорию documents, не переходя по одной директории за раз, мы можем написать cd home user documents, разделяя директорию знаком слэш. Когда мы вначале указываем корень, то есть знак слэш, а потом пишем первую директорию, которая находится в этом корне, потом что внутри, это значит мы указываем полный путь. Home user documents, пример полного пути. Он всегда начинается со знака слэш, то есть мы возвращаемся в самое начало файловой системы и оттуда начинаем писать путь. Такой путь универсальный, где бы вы сейчас ни находились, вы можете указать полный путь и попасть туда, куда вам надо. В домашнюю директорию пользователя можно вернуться просто написав cd. Теперь я вижу, что здесь есть директория documents. Если я захочу зайти в эту директорию, мне не обязательно писать полный путь cd home user documents. Я могу просто написать cd documents. Или допустим давайте зайдем в директорию home. Я могу написать cd user documents. То есть я просто строю путь не с корня, а с текущей директории. Такой путь называется относительным. Но что если я нахожусь в директории home user documents и хочу попасть в директорию выше, то есть в home user. Для этого в каждой директории есть ссылки на вышестоящую директорию. Это две точки. Если я напишу cd пробел две точки, я попаду в home user. Я могу сделать всякие комбинации. Допустим я нахожусь в директорию documents. Я могу написать cd две точки slash pictures. То есть я разом вернусь в директорию home user, а потом зайду в pictures. Чтобы сразу вернуться туда, где я раньше был, я могу написать cd defice. Также есть ссылка на текущую директорию. Одна точка. Зачем это нужно, мы разберемся чуть позже. Также есть готовая ссылка на домашнюю директорию нашего пользователя. Tilda slash. Где бы мы ни находились, мы всегда можем написать cd тильда слэш и попасть в домашнюю директорию, либо использовать это для относительного пути. Например, cd тильда слэш documents. Ну и возвращаясь к теме ls, мы можем посмотреть содержимое любой директории, где бы мы сейчас ни находились, используя полные или относительные пути. Допустим, ls slash home user documents или ls documents или ls tilde slash pictures. С путями разобрались. Теперь давайте посмотрим, как работать с директориями. Начнем с создания директории. Для этого используем команду mkdir, то есть make directory, создать директорию. В качестве аргумента мы должны указать название новой директории. Допустим, mkdir test. Можно разом создать несколько директорий. mkdir test1, test2, test3. Очень не рекомендую использовать пробелы в названиях, так как командная строка воспринимает пробелы как переход на новый аргумент или опцию, как я показал выше. Если я напишу mkdir this is new directory, у меня создатся 4 директории. Но если все же вам необходимо создать директорию с пробелами в названии, вы можете взять название новой директории в кавычке, как, например, mkdir, кавычки открываем, new пробел dir, кавычки закрываем. Теперь, чтобы зайти в эту директорию, нужно либо использовать кавычки, либо использовать специальный символ, то есть обратный слэш перед пробелом. Это называется экранированием символов. В данном случае это позволит консоли игнорировать пробел как переход на новый аргумент. Если я хочу создать сразу директорию 1, а внутри нее директорию 2, и внутри нее директорию 3, для этого мне нужна опция p, parents, создавать родительские директории. То есть написав mkdir минус p 1 слэш 2 слэш 3, я создам несколько вложенных директорий. Для удаления пустой директории используется команда rmdir, remove directory, удалить директорию. Например, rmdir test1. Можно разом удалять несколько директорий, rmdir test2, test3. Если директория не пустая, то rmdir откажется ее удалять. Поэтому, когда вам нужно удалить директорию со всем содержимым, используйте команду rm-r. Например, rm-r 1. Тогда я удалю как 1, так и внутри лежащие директории 2 и 3. Вообще, rm используется для удаления файлов, но о файлах мы поговорим в следующий раз. А опцию минус r вы часто будете встречать. Она означает рекурсивно, то есть со всем, что находится внутри. Допустим, та же команда ls уже с большой опцией r покажет содержимое директории вместе с содержимым под директорией. Осталось еще рассмотреть копирование, перемещение и прочее. Но так как эти команды совпадают с командами по работе с файлами, а ролик уже получился достаточно большим, оставшиеся мы рассмотрим в следующий раз. Чтобы не забывать пройденное, обязательно практикуйтесь. Например, найдите в ролике все команды с опциями, которые я вводил. Выпишите, повторите на различных директориях. Добейтесь того, чтобы вы знали все это без раздумия, для чего нужна каждая из этих команд и ключей. Субтитры создавал DimaTorzok